МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Иванович Бахтеров продолжает воспоминания об этапах прожитой жизни, в которой была и немецкая оккупация, и смерть отца от рук гестаповцев, и школа мореходного обучения, и плавание на судах Дунайского пароходства, и работа в литейных цехах заводов. Итак, продолжение воспоминаний. Проработав в катарактах до 47-го года, где-то до конца почти, я поехал в отпуск, приехал в Измаил, побывал в отпуске и вернулся в Измаил, я месяца 4 ждал перекомиссию, чтобы опять вернулся за границей. Четыре месяца я был почти, ну, из них месяца два на бече, так называли тех матросов, которые ничего не делали, жили в биброкадере. А месяца два я работал на шхуне тюлень, тоже старшим помощником. Она одно время возила килийскую учеников килийской мореходной школы. И вот, дождавшись комиссии, на комиссии мне спросили, вы расскажите автобиографию. Я рассказал. А как у вас самостоящая фамилия? Я говорю, ну, а дедушка до сих пор еще живой, Бахтар. А братья, два брата, мой отец и Григорий Спиридонович, при выезде из села в город встали Бахтеровы. И четыре сестры их было. Я говорю, а дедушка, а почему вы скрыли? Я говорю, что я скрыл? У меня метрических Бахтеров. А дедушка и сейчас живой Бахтар. Но они, видно, знали, потому что мне дали добро. И я опять вернулся на Дунай. Но уже на Иркутск не попал. Я попал вторым помощником на самый мощный колесный пароход. Поставив на ремонт этот пароход, меня взяли в глава агентства Будапешта, диспетчером, потому что нужно было меня устроить на работу. Работой диспетчером я очень... Это была увлекательная работа. Значит, за день составляли на Ватмане график движения грузов. Какой груз, какое судно. И вечером диспетчер передавал в Измаил, в Бухарест. И в два часа ночи прямой был в Москву. И так я проработал до декабря 48-го года. В начале декабря меня вызывают в агентство и говорят, вас вызывают в Измаил. Я говорю, чего? Вас хотят поставить капитаном на Селигер. А я знал этот Селигер. Это был спиртовоз. Самоходная боржа. И когда... Ну, я говорю, хорошо. И когда я вечером передавал сводку в Измаил, я спросил, есть ли Бороденко Вася, а это наш Мариупольский с левого берега, был старшим диспетчером. Говорят, есть. Я говорю, Вася, а позовите его к телефону. Его позвали. И когда я спросил, есть ли Селигер? Он говорит, есть. А что такое? Я говорю, да, меня вроде бы вызывают капитаном назначить. Он говорит, его красят, приводят в порядок и его отдают опять Фенграм. А это не то. Что-то другое. Короче говоря, он мне намекнул, что это связано в 48-м году, сняли всех греков. И через консульство у меня забирают у меня забирают паспорт, загранпаспорт, потому что я мог по этому паспорту в любое время куда угодно уехать. И нам выдают, мне выдают такую свидетельство на поездку в Измаил за подписью консула в Будапеште. Возвратившись в Измаил, я сразу увидел своих, Леня Давидян был на опормлении этих документов. Я говорю, Ленчик, а, он мне говорит, Волка, что ты приехал? Я говорю, как вызвали? А ты что, не знаешь, что уже увольняют греков? Уволили Диму Чинаха, Борю Куркчи. Я говорю, не знал. Так, просто догадывал. Все. И когда меня вызвали в отдел кадров, Нусимович был такой начальник отдела кадров, он мне дал бумагу и пиши объяснительное, что ты себя вел за границей плохо. И то, и то. и посещал публичные дома, ходил в связи с иностранками. Короче говоря, я говорю, знаете что? Я видел в Измаиле пункт Полита, который был на Иркутской. Если я отпускал вывольнение матросов, то они должны были потом зайти к Помполиту, он их инструктировал, а выпускали на увольнение только три, одного никогда не пускали. Я говорю, и можете спросить у него, если мы куда ходили, мы ходили с Помполитом. Короче говоря, ну вот, видите, вы не признаете своих ошибок, мы вас увольняем. Я говорю, я знаю, я уже знаю, что греков увольняют. А, ну идите, получите трудовую книжку. у меня есть выписка с трудовой книжки. Мне сняли копию, она в пенсионном отделе, где написано уволен из-за отсутствия вакантных мест. Приказ 348 от 10 декабря 48 года. На этом закончилась морская карьера Владимира Ивановича Бахтерова. Но много лет подряд он собирал на встрече своих одноклассников, выпускников Мариупольской мореходной школы. Из всех мальчишек, которые я собирал на 50 лет даже, еще когда был Бандура, Белькунов Владимир Иванович, было 24 человека. Сейчас нас осталось трое. Я Виля Гайдук и Витя Зайковский Мариупольской Иванович. А аааааааааааааааааааа. Субтитры создавал DimaTorzok